Привет всем нежным и изящным лебедушкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать аж целых три интереснейших мистери-бэга. Что такое мистери-бэг, спросите вы, а я вам расскажу. Это то, что мы уже на канале с вами открывали неоднократно. Это некий загадочный набор косметики. Например, если мы говорим именно про косметические мистери-бэги, про которые вы не знаете ничего, кроме того, что вы заплатили за него деньги и получили кота в мешке. В общем, это такая вещь, которую некоторые бренды очень любят устраивать. Реально, они продают какие-то наборы косметики, про которые вы знаете только то, что, например, набор от определенного бренда стоит он, скажем, там 100 долларов, и вам говорят, что там косметики на 200 долларов. И сегодня у нас интереснейший, такой немножко нишевый, профессиональный бренд, который называется Wayne Goss. Wayne Goss это известный визажист британский, по-моему, он британский, хотя, может, он американец, нет, по-моему, он все-таки британец. И он один из таких пионеров бьюти-блогинга на ютубе, на англоязычном, и вообще очень известный блогер. Ну, в общем, он несколько лет назад выпустил свой собственный бьюти-бренд, который так и называется Wayne Goss. И бренд достаточно дорогой. И мистери-бэги тоже достаточно дорогие, которых сегодня у нас аж три штуки. И все они каким-то образом помещаются вот в эту вот коробочку. А каким мы сейчас с вами выясним. Замечательный момент, замечательный-замечательный. Мы открываем коробку, и что-то здесь как-то все... А как это? А вот так вот? Ну ладно, ну хорошо. И как это достать? Как-то, знаете, это не коробка в коробке, это какое-то там безобразие внутри всего этого. Ну ладно, давайте. Что-то мне, знаете, как-то кажется, что там бэгов никаких и нет. Так. Вы такое видели вообще? Если кто знаком хорошо с темой про мистери-бэги, а я уверена, что вы и знакомы, если вы смотрите мой канал достаточно давно, а, кстати говоря, если вы на него еще не подписаны, то нажмите, пожалуйста, на кнопочку подписаться, и не забудьте нажать на колокольчик. В общем, история-то в чем? Что мистери-бэг, он как бы бэг, то есть он должен быть в косметичке, либо в коробочке хотя бы, и это определенный набор. Я заказала три, все, которые были на сайте, и здесь у нас просто груда косметики. То есть, видимо, на бьюти лишь решили не париться, и такие вот так вот, как положили, так положили. Просто мы тебе накидаем всего, и посмотрим, что ты на это скажешь. Ну как ты, ну я не знаю, но я немножко разочарована, все-таки это стоило 315 долларов, и вроде как заявлялось, что это отдельные наборы. А если бы я их покупала для того, чтобы дарить кому-то? А у нас здесь вот такое вот безобразие получилось. Ну ладно, хорошо. Уэйн Госс. Окей, визажист известный. Давайте, в общем, смотреть, что у нас здесь получилось. Но если честно, я прям немножко разочарована, потому что в этом же и смысл весь, как во всех вот этих наборах с косметикой, то есть что все это должно быть как-то объединено, там должна быть какая-то единая тема. А так как это мистери-бэк, мы с вами даже не знаем, что, собственно, в каком наборе должно быть. То есть у нас вот просто вот такая вот груда какой-то косметики, и это выглядит как-то не люксово. Это выглядит, как, знаете, просто груда косметики. Ну ладно, хорошо, давайте открывать. Я думаю, что начнем мы с вот этих вот красивых упаковочек, которые, я думаю, являются палетками. Открываем, открываем, и сейчас все с вами рассмотрим. Так, ну вроде достали все палетки. Я надеюсь, что это действительно они. И посмотрите, какие здесь красивые футляры. Правда, ужасно. Марки, вот-вот просто один отпечаток, и все, он сразу остается. Но выглядит прям красиво. Прям так интересно. В противоположность упаковки от Beauty Lish. Кстати говоря, я не очень люблю этот сайт. На нем есть всякие редкие вещи и редкие бренды. И этот сайт, он американский. Он находится в Сан-Франциско. И почему он, с моей точки зрения, немножко проигрывает другим сайтам, например, британским, это то, что от них все дико просто долго идет. Ну, по крайней мере, до меня, до Москвы, несмотря на то, что они отправляют через курьерскую доставку. Ну, просто вот месяц-полтора это стабильно. И также у них часто очень дорогая доставка бывает, которая, ну, прям так прилично стоит. Но, с другой стороны, у них есть те бренды, которых больше нет на других сайтах. То есть это как бы их немножко извиняет. Ну, что ж, давайте смотреть, что у нас за палетки. Я их не смотрела, еще ничего не открывала. Просто достала из упаковок, чтобы у нас с вами был сюрприз. И первый наш сюрприз, это палетка теней. Боже, какие огромные рефилы. Я думаю, что это тени. Ну, это же тени. Да, это тени, которые называются имперский топаз. И здесь какие-то просто грандиозные вот такие вот гигантские рефилы. И посмотрите, ну, выглядит, конечно... Честно говоря, цвета не самые интересные. Я бы даже сказала, что это удивительно для Уэйна Госса выбрать вот такие вот цвета. Ну, ладно, ничего страшного. Все-таки, все-таки у нас палеток много. Я надеюсь, что будет что-то еще такое поинтереснее. Следующая палетка, это, судя по всему, палетка для лица, которая выглядит вот так. Да, это палетка, которая называется Невесомая Вуаль для лица. Вуаль румян. И оттенок называется Пионовые румяна. Ой, как красиво здесь и хайлайтеры, и вот такие вот румяна какие-то холодненькие. По-моему, просто прелестно. Открываем следующую палетку. И здесь у нас что-то такое? Это скульптор, наверное. Какой-то супер просто светлый скульптор. Кстати говоря, когда вы обычно заказываете мистери бенги, вас могут спрашивать, какой, например, у вас оттенок кожи, или какой вам цвет больше нравится. Но чаще всего спрашивают про оттенки кожи. Это для того, чтобы положить вам хороший оттенок под вашу кожу, если это какие-то скульпторы, например, или, допустим, это какие-то тональные средства. Здесь у нас какая-то палетка для бронзирования и также для скульптурирования лица. То есть здесь это скульптор, и здесь это вот такой вот сияющий бронзер. Но пока идем хорошо. Пока, несмотря на то, что у нас было вначале такое разочарование, продукты как-то нам нравятся. Следующую палетку открываем. И здесь у нас... Так, что у нас здесь? Я не понимаю, это один и тот же оттенок? Он так странно отсвечивает? То есть снова палетка для лица... Да ладно? Одинаковые, одинаковые. Причем при разном цвете они по-разному смотрятся. То есть это оба оттенки light gold. Повторение, повторение. То есть как это получилось? Судя по всему, что я заказала один набор большой и один маленький. И я так понимаю, что в обоих наборах была вот эта палетка. И тот, кто собирал эти наборы, он даже не посмотрел, что там уже есть такая палетка. Хотя все свалило в одну кучу. И в результате мы получаем одинаковый продукт в этом огромном бьюти-боксе. Но это немножко, конечно, грустно. Ну ладно, открываем последнюю палетку. Здесь у нас... Та же самая ситуация. Это немного печально. Мы получили точно такие же тени. И, честно говоря, сайт бьюти-лиш меня в этом плане довольно сильно расстраивает. То есть их мистери-бэги, они повторяются. Обычно, конечно, вот в этих во всех наборах все-таки тема такая, что желательно, чтобы продукты не повторялись. Потому что очень многие покупают сразу, например, один там какой-нибудь набор себе и один еще набор в подарок, чтобы было как-то интереснее. Или два набора сразу себе и как бы когда повторяются продукты, это вот то, что у нас получается сейчас. Это, честно говоря, довольно сильно расстраивает. Это прям как-то вообще не весело. И тем более, что действительно здесь не было каких-то отдельных коробок. Все лежало вместе. И это прям очень грустно со стороны сайта бьюти-лиш. Ладно, я надеюсь, что дальше у нас пойдут как-то получше вообще дела. И, конечно, вот эти все палетки, я думаю, что вы оценили уже в сводчах даже раньше, чем я их оценила. И уже представляете себе, как они все-таки выглядят. Нравятся вам или нет. Так, дальше у нас здесь какие-то продукты, на первый взгляд, одинаковые, но на самом деле нет. И давайте начнем с вот таких вот. Это у нас какие-то помады. Но, судя по всему, по-моему, здесь не очень большой какой-то выбор и разнообразие продуктов. И мы находим с вами некие помады, которые все вроде называются The Luxury Cream Lipstick. Ну что ж, давайте смотреть, что там за оттенки такие. Посмотрите, какая интересная упаковка. Вот здесь написано Уэйн, это его имя, а с этой стороны Госс. И поэтому у вас получается Уэйн Госс, 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 Госс. Вот так вот здорово. Если у меня будет свой бьюти-бренд когда-нибудь, то нужно будет тоже что-нибудь такое устроить. Вот такое вот необычное, чтобы можно было как-то вертеть эти помадки, вертеть эти палетки. И получалось что-то такое забавное. Итак, давайте смотрим. Первый оттенок помады вот такой. Вот какая-то у нас нюдово такая коричневая. И это оттенок, который называется Далее. Следующий оттенок помады... Такой же что ли цвет? Нет, слава богу. Называется Амарилис. Следующий оттенок, хотя они прям сильно похожи между собой. Дальше у нас вот такой... Да что ж такое-то все, нюдовые помады что ли? Макадамия. Еще один оттенок. Вообще похожий между собой действительно. Дальше у нас оттенок снова нюдовый, но по-моему все-таки другой, который называется Натмек. И последний оттенок это... Что это за оттенок? Это оттенок, который называется Лотус. То есть у нас здесь нет повторений. Представьте, как здорово! Повторений просто нет. У нас все оттенки разные. Как это радостно! Я даже не думала, что я в этом видео буду про такое вот вам рассказывать. Что радостно, что у нас нет повторений. И давайте попробуем эту помаду. Ну, помада прям супер кремовая. Вообще такая кремовая-кремовая с сатиновым финишем. Ну что ж, у меня такое впечатление, что мы просто, знаете, купили как будто помады от Jaclyn Hill, которые все абсолютно нюдовые. И каждому оттенку, там помните, когда она снимала первое видео про свои нюдовые помады? У нее, по-моему, была коллекция из 20 штук. Она там такая, ну вот этот вот чуть-чуть посветлее, а вот этот чуть-чуть похолоднее, а вот этот немножечко потеплее. Но потом с помадами вышла, конечно, небольшая промашка. Но, тем не менее, вот такая коллекция была. В общем, сплошные нюдовые помады нам здесь попались. Дальше у нас тут какие-то блески для губ. Давайте их тоже открывать. Напоминаю, в этом видео мы пытаемся вообще оценить, есть ли смысл покупать такие мистери-боксы или все-таки нет. Итак, вот здесь я уже вижу, у нас есть повторение оттенок гиацин. Даже, я думаю, можно его не открывать. Хотя, ладно, давайте откроем, чтобы убедиться, что это действительно тот же самый оттенок, который выглядит вот так вот. Ну, в общем, две помады у нас одинакового оттенка. Точнее, это блески для губ. И что-то, по-моему, у Эйна Глосса, точнее Госса, все его Глоссы, они какие-то тоже нюдовые. То есть, видимо, у него такая тема, может быть, все его коллекции, что все вообще вещи какие-то нюдовые. И вот такой вот у него сияющий блеск, какой-то тоже кремовый-кремовый. Ну, как пахнет ментолом. То есть, понятно, он должен, наверное, увеличивать губы. Называется The High Shine Gloss. То есть, прям как у Кайли, по-моему, у нее вроде так же называется этот блеск для губ. И вот эти вот оттенки у нас одинаковые или нет? Да, вот эти два оттенка одинаковые. Это оттенок гиацин. То есть, получается, что у нас без повторений только три оттенка и один у нас повторяющийся. Ну, как-то снова бьюти лишь, конечно, так себя повели не очень хорошо, как мне кажется. Это прям вообще недосмотр с их стороны. А теперь у нас куча вот таких вот каких-то непонятных вещей. Это, наверное, какие-то карандаши. Давайте их разложим, чтобы понять, что это вообще такое. Так, посмотрите, сколько у нас всего. У нас здесь четыре карандаша для глаз и восемь аж карандашей для губ. У нас помад-то столько нет, чтобы на все эти карандаши у нас были помады какие-то подходящие. Ну, ладно, давайте я сейчас открою карандаши, и мы с вами тоже посмотрим, что мы в результате получили. Так, смотрим на карандаши для глаз. Все они сделаны в Чехии. Ну, собственно, так и должно быть. Либо в Чехии делаются карандаши для глаз, либо в Германии. И здесь у нас какие-то просто обыкновенные самые карандаши в дереве. Но, судя по всему, они будут нестойкие и будут какие-то способные к растушевке. Значит, карандаш номер один, который называется Копа Флейм. Выглядит вот так. Хотя, вообще-то, похоже, как будто он даже из стойки. Какая-то такая прям кремовая-кремовая текстура. Следующий карандаш называется Драгоценный опал. Что-то, по-моему, это вообще никакие. Это точно? Нет. Это же для глаз? Это для глаз. Почему-то я думала, что это для губ карандаши. Нет, это карандаши для глаз. Ну, тогда понятно, что это за оттенки такие. Почему они выглядят именно так? И Драгоценный опал, он черно-такой коричневый. Точнее, темно-коричневый. И, соответственно, вот этот вот предыдущий. Это какая-то вариация на тему Воков на ушейму от Шарлотты Тилбери. Ее довольно странного лайнера, который они активно продвигали. Следующий карандаш у нас повторяется. Опять Воков на ушейм. И следующий опять повторяется. Ну, что такое? Ну, что такое? У нас повторяются оттенки. Вообще, практически всего, что мы здесь находили. Это прям совсем как-то грустно. Прям вообще нехорошо, я считаю. Вообще обидно. Ладно, хорошо. Давайте открывать тогда эти карандаши для губ. Но я думаю, что здесь та же будет совершенная история. И все они будут между собой повторяться. Ладно, все равно откроем. И все равно посмотрим. То есть, по сути, у нас 4 карандаша. 2 карандаша, которые Копа Флейм. И 2 карандаша, которые называются Драгоценный Опал. Ну, хорошо. Теперь карандаши для губ. А в карандашах для губ у нас 3 пары. Одних и тех же карандашей. Которые называются Нейчерл Берри. Давайте посмотрим, как они выглядят. И, кстати, немножко карандаши для губ похожи на карандаши от Натальи Шик. Просто по своему оформлению. Но, с другой стороны, это самые обыкновенные такие карандаши для губ. Дальше у нас гвоздика. Вот такая вот. Или корица. В общем, ярко-красная. Следующий оттенок называется Light Nude. Ну, вот этот вот, кстати, хороший такой оттенок. Я думаю, что он прям сильно пригодится. И единственные карандаши, которые у нас не повторяются, это винтажный розовый. Давайте на него посмотрим. Ой, это же какой-то прям хороший такой цвет. Но карандаши, кстати, нравятся. Карандашей для губ не бывает много, потому что они достаточно быстро расходуются. И самый последний оттенок, это оттенок Sepia, который не повторяется. В общем, теперь мы с вами, знаете, можем немножко поиграть. Мы теперь можем понять, примерно, как все это выглядело. Как выглядел этот набор. Я думаю, что изначально наборы выглядели вот так. Вот это, это был Deluxe Set. Это был сет, который был обычный. А теперь давайте распределим, как там наверняка лежали все вот эти вот вещи. Мне кажется, что было как-то примерно вот так. Может быть, еще помады как-то лежали в этих Deluxe Set, что, скорее всего, может быть так и было. Ну, давайте вот положим по одной помадке. Вот сюда вот и вот сюда вот. И получается, что вот это, скорее всего, это у нас Light Set. Вот это у нас это Deluxe Set. И вот это, это сет для губ, который прям самый такой был недорогой. Ну, что я могу сказать? Я на самом деле не то, чтобы сильно впечатлена. Я ничего раньше не пробовала из косметики от Уэйна Госса. У меня была только одна кисть от него. И она прям классная. Она прям замечательная. Я, наверное, ее сейчас не найду. Но она действительно... А, нет, сразу нашла. Вот такая вот 20-я кисть для растушевки теней. Просто прекрасная кисть. И наборы, конечно, бьюти лишь, честно говоря, не удались. То есть, довольно странно все это получилось. Это прям вообще как будто тебе вот отсыпали на отстань этой косметики. А, да, так у нее три набора. Сейчас мы ей просто вот накидаем всего в эту коробку. Вообще разбираться не будем. Пусть все цвета будут одинаковые. Нам совершенно все равно, что там будет. И я считаю, что бьюти лишь здесь меня прям очень сильно разочаровали. Ну ладно, давайте теперь посчитаем, как у нас вообще все это получилось по деньгам. Потому что я надеюсь, что хотя бы по деньгам они нас не обманули. Я думаю, что нет особого смысла считать каждый набор. Потому что вот это, это все мы так прикидываем примерно. Что именно такое было наполнение. Поэтому давайте посчитаем все вместе. И получается, что цена у нас, за которую мы все это купили, это 315 долларов. Это 24 159 рублей. И наполнение, то есть вся вот эта косметика, которая сейчас лежит перед вами, включая повтор, естественно, стоит 49 193 рубля. И наша выгода составила 25 034 рубля. В общем-то, если сложить все наполнение, нам обещали, что оно превысит 600 долларов. Помните, там говорили, типа, больше 300 долларов, больше 200 долларов и больше 100 долларов. Ну, в общем, все вместе получилось 600. То есть получается, что должно было наполнение быть больше, чем на 46 017 рублей. Ну, собственно, так и получилось. 49 193 рубля вышло это наполнение. И наша выгода 25 034 рубля. Вот такие вот дела. Я надеюсь, что косметика сама по себе мне понравится. Потому что, честно говоря, я не очень, так скажем, с положительной ноты начала наше знакомство. Но я понимаю, что здесь, конечно, намного больше виноват сайт Beautylish. Потому что это реально была какая-то такая немножко странная тема с этими повторами. И с тем, что все было просто свалено в одну кучу. И совершенно это не походило на какой-то там красивый бьюти-бэк. Ну, а я вам желаю, чтобы в вашей жизни таких разочарований не было. Ну, это, конечно, не то, чтобы большое разочарование. Все-таки выгода у нас. Ого-го, какая космическая выгода. Но чтобы вообще у вас сегодня, по крайней мере, не было никаких разочарований. Пусть вас сегодня они обойдут стороной. Хорошего вам дня, хорошего настроения. До скорой встречи на моем канале. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова